МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельский домобудовничий комбинат означает 50 годов с дня заснования. Областным центром подвели выники городского этапа конкурса «Наставник года Республики Беларусь». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Завтра в Беларуси означается «День навуки». У Гомеля до этой подеи примерковали урошистый сход и выставу опошенных досягнений. Чем гонорация навуков с региона, яке пытаня лишась наибольша актуальными, доведався Олег Синцеров. На этом станции только частка этих 100 патентов о находнице, яке гомельские ученые отримали за минулый год. А про это на их рахунку около 200 монографий и больше 3000 артикулов в беларуских и замежных выданиях. Сегодня навуководоследствия деятельностью на Гомельщине займаются как специализованные институты, так и вышедшие научные установы. У ГТШ-спиц можно додать так само лаборатории, яке працуюсь на широку предприемствам. У огольном активе сотни доследований, выполненных в рамках державных, союзных и международных программ, у дымляку Евросоюза, география навуковых контактов около 30 краин света. При этом большая работа мая прикладный характер и уже выкорисовывается на практице. У нас вся наука в ВУЗе построена для практического здравоохранения. И заказ мы получаем не столько для научной, а столько для практической цели. Это у нас такие разработки идут, которые носят широкое применение в кардиологии, в кардиохирургии, работа с искусственными сосудами, со стволовыми клетками, работа в области травматологии. Разом с этим навуковцы не утоивают. Эффект от их деятельности мог бы быть больше значимым, але для этого необходимо выражать некоторые пытания на державном узровне. По-перше, створение структур, которые занимаются укоренением распространения в творчестве. Створять при каждом институте маркетинговые службы затратно и неэффективно. Вреште тут потребные профессионалы, которые ведут кому и как продать идею за максимальным прибытком. Еще одна тема – створение фондов, у тем лику приватных, для финансования навуковых распространения. Научно-технологические парки очень важны. У нас в Гомеле такой создан, наверное, один из лучших в Белоруссии. Но таких парков должно быть много, понимаете? Поэтому тут тоже нужно какую-то законодательную базу прописать, чтобы они создавались не только за счет бюджета, но и за счет небюджетных источников. Ну а ученые свое дело знают. Мы слышали те установки, которые глава государства сказал на вручении дипломов докторов и аттестатов профессоров. Мы их воспринимаем как руководство к действию. Как кульминация урочистого схода, вручение узнагарод новоковцам, которые достигнули значных выникнов, гоноровые грамоты областного и городского выконавших комитетов и советов депутатов Республиканского фонда фундаментальных доследований, в высшей аттестационной комиссии Национальной академии наук, Гомельская область позволила не только заховать свой интеллектуальный потенциал, но и на практице накировала его на повышение добробытной нации. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине створаются рабочие группы по мониторингу подрыхтолки сельско-господаршей техники до весновых полевых работ и оперативным вырошением ответных пытаний. Выники проверки будут разглядаться на оперативных нарадах у керавников и канавчих комитетов. Такие меры продугледжены рашением облвыконкам. Техничной готовностью тракторов и агрегатов до пасявной подсекавилися наши корреспонденты. На Гомельске моторы рамонтном заводе рамонтом сельско-господаршей техники, зайчинными и импортными комплектующими, займаются больше 10 лет. Еще в 2003-м местные специалисты прошли стажировку в США, после чего на предприемстве начали рамонтовать американские диатройты. 6 лет тому до них додали немецкие руковики фирмы «Дойц». А про то, в этот спис можно включить агрегаты, вырабленные в Беларуси и России. Сегодня наемность в опытных специалистов и сучастных обсталеваниях, дозволяя вернуть на палетки практически любую технику. Сельско-господаршие предприемства об этом ведают. Али займаться рамонтом, покуль не спешаются. На сегодняшний день уже дали порядка 8-2 летелей для энергонасыщенных тракторов. В принципе, завод на сегодняшний день готов принимать в ремонт от 25 до 30 летелей энергонасыщенных тракторов. Это серия «Детройт» до 10-13 и 20-13. Одна из основных причин того, чему у господарка химкнуться проводить ремонт уласными силами – финансовая. На Гомельским моторарамонтным это ведают. Але звертают увагу на той факт, что и профилактикой многие не вельми химкнуться займаться. Во усилляком разе диагностичная лаборатория со специальным обсталеванием для проверки техники у полевых умовах территорию завода покидаем нечасто. Межтым сегодня у областном комитете по сельской господарции Харшаванне агучуют оперативную информацию. Готовность до весновых полевых работ тракторов – греху больше, как 80%. У тым лику энергонасыщенных – 75%. Комбинованных глебопрацовчих поселных агрегатов – больше, как полова. Самые низкие темпы – по подрыхтулцы тракторов у Брахинским, Жлобинским, Калинковицким районах. Для завершения ремонта у сельскохозяйственной техники до весновых полевых работ у целом по в области необходно каля 23 миллионов рублей. Проблема с финансированием буквально на днях ремонтных работ Рашина. Подключены все ремонтные предприятия нашей области. Все занимаются. Я думаю, что подстанет даже губернатором. К концу февраля техника должна быть 100% области готова. Мы приложим максимум усилий, чтобы эту задачу решить. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Областной прокуратуры подвели выники работы за минулый год. Як отзнашил прокурор в области Виктор Морозов, летость в регионе на 6% скоротилась колькость грабежов, больше, как на 30% – разбоев и прикладно на 45% згвалтованев. Тревогу выкликая колькость забойствов. В минулом году их было 70, причем 15 – в Мазырском районе. Многие можно было продухилить. У якости прикладу приводится жудостная история с того ж Мазыра, коли батька позбавил життя своих неполнолетних детей. Осудженный ранний не раз притягивался до криминальной отказности, у темлику за сбивание членов сями. А кроме того, по час коллегии прокурор в области закликал подначаленных до либерализации мер криминальной отказности, в некоторых выпадках арышты, пояке Гомельшина займает первое место Украине, можно заменить штрафами, унесением залогу, альбо иншими способами покарания. Я думаю, это неправильно, когда сегодня 500 тысяч жителей нашей области привлечены к административной ответственности. Треть населения области сегодня числится в правонарушителях. Поэтому я считаю, что, опять же, здесь, если можно ограничиваться при незначимых правонарушениях, которые не причинили значительный ущерб, можно ограничиваться предупреждениями и так далее. ГДУ Мяфранциска Скарына и Следующий комитет Республики Беларусь подписали договор об взаимодействии. Договор подтвердили своими подписами старшиня Следующего комитета Беларуси Иван Наскевич и ректор ВНУ Сергей Хахомов. Зараз на юридичном факультете ГДУ навучается каля 600 студентов. Больше, как 250 выпускников, процелоткованы у органов следства. Примерно половина сотрудников Следственного комитета управления по Гомельской области являются выпускниками юридического факультета Гомельского государственного университета. Уже только этот факт говорит о том, что нас вполне устраивает уровень их подготовки. Мы готовы сотрудничать и дальше с университетом. Продметом двубакового договора взявляется подрыхтовка квалификованных специалистов с практичным курсом навучания. Их дальнейшее процелоткование, так само забеспечение якосного навыкового процессу. По планах открытия филиала кафедры криминального права юридичного факультета на базе управления Следшого комитета Беларуси. Почас размолы со старшинёй ведомства студенты цикавилися потребованиями приёма на службу, махчимостями сумящения працы и дальнейшей эдукации, а так само перспективами открытия центров повышения квалификации. Это не первый такой договор. Мы имеем тесные контакты уже как минимум с семью вузами в стране, с которыми в той или иной степени ведём научно-образовательную работу примерно по таким же подходам, по таким же критериям, как и с юридическим факультетом Гомельского государственного университета. Старшиня Следшого комитета Республики Беларусь Иван Наскевич ознайомился с ходом реконструкции будинка, призначанного для управления Следшого комитета по Гомельской области. За три годы работ тут освоено меньше, как половы продугледженных сродков. Реконструкция будинка, размещанного у центра Гомеля, почалася у Снежній с 2013 года. За гэты часу змоцлены проёмы подвалу, надбудованы яшчай один поверх и зроблены новый дах. А про чатаго за минулы часу проект были унесены в мянненні, что зрабила яго боль штаны. Разом с тым, по широку причин с 9 миллионовым запланованных рублёв пакуля свойна только калят трох с половой. У ближайших планах – подведение системы отяпления и внутренние работы. Сгодно с заданием, будинок повинен быть сдадзены у эксплуатации у Снежніх этого года. В 50-ти годе сёлит означает гомельский домобудовничий комбинат. На долю предприемства зараз приходится полово будовничого рынка нашего региона. Обголовных досягненнях и планах комбината расскажет Ганна Ковалёва. По устагодзе тому, сгодно с постановой Совета Министра УБССР, был створен и гомельский домобудовничий комбинат. За 50 годов предприемство узвяло больше за 5,5 миллионов квадратных метров жилья. Будовники ДБК працавали практически у каждой микрорайоне Гомеля. На 2017-й портфель заказов целком сформованы, снижать объёмы не сбираются. В этом году будет побудовано 147 тысяч квадратных метров. Ставят задачи уже и на наступный год. Успех из двух слагающих – это высокое качество и рыночная цена, чтобы войти в рынок и достойно предлагать свой продукт. Проведённая модернизация всё это позволила нам сделать. Сегодня на комбинате працуют больше за 3 тысячи человек. Свой юбилей коллектив отзначил урочистым сходом и концертом. Со сцены областного громадско-культурного центра предприемство веншовали артисты белорусской эстрады. А лепшим подарунком стали и заслуженные узнагороды. У этой вечер их было около 60-ти. Утемлеку, подяки Министерства архитектуры и будовництва Республики Беларусь, Кировництва города и в области, а так само нагрудные знаки – гоноровый будовник. Я им благодарен за то, что они традиционно являются надёжным плечом городских властей в решении всех вопросов жизнеобеспечения нашего города. Поэтому я поздравляю наших строителей, в первую очередь работников нашего домостроительного комбината. Желаю, чтобы всегда мир и согласие царило в тех домах, руками которых они построены. С праздником вас! У городского этапа у Республиканского конкурса педагогичных работников – наставник года Республики Беларусь. На областных споборництвах город проставить команду с 8 профессионалов. С 32-х лепших наставников на районных этапах у городских финал трапила полова. 8-х стали суперфиналистами и отрымали право представить город на областных, а увыннику перамоги на республиканских споборництвах. Дарыч, на этом узровне гамячания лепшими ясше не были. По словах самих удельников, Республиканский конкурс педагогичных работников – это не только махшимость продемонстровать свои профессионные сдольности, али и стимул для дальнейшей самореализации. Пераможцы конкурса вызначаются по конкретных предметах – от физики и замежной мовы до химии и биологии. Али галонное потребование для усих – аданность профессии, творчий подыход до справы, добрыня и терпеливость. Наставник французской мовы Виктор Смольский выкладая французскую мову больше, как в 400 годзе. По его словах, за этот час дети значно змянились, али и сегодня для каждого можно найти особистый подыход. Быть гибким, адаптироваться и видеть напротив себя других детей, сохранить эффективность работы тех лет, чтобы суметь достучаться до этих новых молодых людей. Получается, это психологическая и педагогическая гибкость. Я всегда в контакте с молодыми, и я думаю, что это позволит мне оставаться молодым, во всяком случае, до самой пенсии, чтобы душею не стареть. И мне нравится преподавать, делиться теми знаниями, которые у меня есть. Весело провести час, отпадшить, а разом с тем и поспроборничать. Супрацовники Управления Комитета судовых экспертов из Пагоминской области приняли уделу Дни здоровья. Здоровье и тембилдинг, как не змерзнуть, горачая горбата и каша. Однако дельникам тепло и без этого организаторы подрихтовали конкурсы из поборництвы. Лыжные гонки, снежная эстафета. Особная программа и для детей. Даре, что у перетягивания каната, они перемогли своих батьков. От большинных коллег в таком семейном формате добрая традиция. Коллектив лучше узнает друг друга, поддерживает и морально, и физически. То есть чувство локтя воспитывается именно на соревнованиях. Естественно, в непринужденной, неформальной обстановке людей это сплачивает. И на результатах работы, естественно, положительно сказывается. Корпоративные освяты на природе областное управление Комитета судовых экспертиз ладзить двойче на год в летку и зимой. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tivergomil.by На этом выпуск завершенный у студии працавав Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до сустречшего эфира. Редактор субтитров А.Семкин